Доброго здоровьица, мои уважаемые посетители! Возможно, вы станете и учениками. В 2004 году я попытался открыть школу духовного и физического совершенства. Были ученики, послушали, оставили свои отзывы. Потом все это как-то изменилось. Много в жизни поменялось. А теперь материал здесь отличный. И именно этот материал позволил мне понять самого себя, понять других людей и устояться так в самом себе, в своих знаниях, в своих наблюдениях, в своих жизненных ощущениях, что я перестал обращать на разного рода системы других людей, потому что на основе всего, что я нашел, что я применял и что я осмыслил, я на этих знаниях живу и вполне доволен. Итак, предлагаю вам первое послание ученикам школы духовного и физического совершенства. Первое. Каждый человек находится на определенной ступени эволюции, с определенными духовными и кармическими наработками, с собственным мировоззрением, миропониманием и мироощущением, имеет свои конституционные отличия, физиологические и психологические. Встает вопрос, как их определить и понять, над чем необходимо работать в этой жизни, каковы даются средства для этой работы. Второе. Во всей Вселенной ценится только одно – самостоятельное усилие. Именно оно является основой эволюционного развития и человека в том числе. Встает вопрос, как и в какую сторону, с помощью чего предпринять это усилие. Третье. Что такое духовное в человеке? Что психическое? Что физиологическое? Как все эти три составляющие связаны между собой и как влияют друг на друга? Поговорим о трех направлениях подробно с тем, чтобы ориентировать себя на правильную эволюцию. Как я понимаю, возможно, вы ее будете понимать по-другому, но тем не менее, вы можете сравнить. Чтобы у нас стали происходить улучшения в здоровье, судьбе, стали развиваться разного рода совершенства и произошла самореализация в целом. Итак, краткое изложение темы первого послания или ключевые знания. Духовность – это способ общения человека с окружающим миром. Это сказал я. Первое. Во всей Вселенной ничего не стоит на месте. Все находится в непрестанном движении и совершенстве. Этот процесс называется эволюцией. Процесс эволюции цикличен и ведет ко все большему и большему развитию возможностей эволюционирующей системы. Это важно понимать. Человек также является развивающейся системой эволюции и развития. Не будем, так сказать, сбиваться на иностранные слова. Итак, человек также является развивающейся системой, которая развивается по определенным циклам, каждый из которых позволяет развить все большие возможности. И вот интересно, как это проследить на самом деле, как они развиваются? Очень просто. Смотрите внимательно, приглядываясь к жизни. Первое. Внутриутробное развитие – один этап. Жизнь от рождения до смерти – другой этап. Жизнь от смерти до нового рождения – третий этап. В целом это является одним жизненным циклом, во время которого должно происходить расширение возможностей человека. Причем один этап служит подготовкой для последующего этапа. От момента зачатия до рождения человек живет в материнском организме, где нужен один орган – плацента для питания и роста. Но на этой стадии идет активная подготовка человеческого организма к жизни после рождения. В целом вся стадия внутриутробного развития направлена на подготовку к последующей жизни после рождения, формированию тела и органов чувств. После рождения и до самой смерти идет активная подготовка и формирование полевых структур сознания к жизни после смерти. Человек должен отбросить тело как плаценту при рождении и существовать как полевое, разумное, информационное, энергетическое образование. Ну вот примерно так я думал. Хотя, хотя несколько мыслей у меня поменялись. Расширение возможностей человека и сферы его жизни проходят явные стадии. Матка, земной шар и вселенная. Жизнь людей, которые достигли святости при жизни, отчетливо подтверждает этот факт. Их возможности влиять на окружающее пространство возросли от просто физических, то есть что-либо сделать руками, до управления информационно-энергетическими параметрами планеты. Влиять на погоду, климат, природные явления оказывают воздействие на социальные процессы, судьбы людей и многое другое. Даже такое есть. Для того, чтобы человек достиг возможностей существовать как высокоразумное полевое существо, требуется множество циклов рождения и смерти с правильной и целенаправленной работой над собой. Только это гарантирует эволюцию в нужном направлении. В противном случае наблюдается рассеивание жизненной силы на ложные цели, что не позволяет сформировать и развить информационно-энергетические механизмы для существования в полевом мире Вселенной. Второе. Вселенная является огромным живым существом, Богом. Все, что в ней существует, является ее органическими элементами, нужными для ее существования, развития и своей собственной эволюции. В Библии имеется такая фраза, что человек создан по образу и подобию Божьему. Человека и устройство его организма нам немножко знакомо. Он состоит из сознания и тела. Тело человека – это огромное сообщество клеток, которые нужны организму. Организм заботится о каждой клетке конкретно, какой бы она ни была. Ногтя, кожи, сердца, нервов, мозга, глаза, кости, волосы, слизи и тому подобное. Все клетки нужны организму. Он дает им место для жизни, саму жизнь и все необходимое для осуществления жизненного процесса каждой клетки. Современные исследования ученых доказали, что помимо материальной части клетки, у них существуют души. Души клеток. После гибели они распадаются на сороковой день и ведут себя аналогично душе человека. Когда живут – кричат, когда умирает или им делается больно. Агрессия одной клетки против другой воспринимается на уровне – это очень важно – целого организма. Не как агрессия одной клетки против другой, а как агрессия одной клетки против всего организма. Чтобы поставить взорвавшуюся клетку на место, у организма имеется масса средств вплоть до ее уничтожения. Цель жизни каждой клетки – просто жить и выполнять возложенную организмом на нее функции. Кожи – защищать организм, выводить пот, желудка – переваривать, легких – пропускать через себя газы, сердце – сокращаться, нервы – проводить импульсы. Секреторных клеток – вырабатывать секрет и тому подобное. Все клетки организма ориентированы на целостный организм – это очень важно – который для них является всем – жизнедателем, высшим законом и судьей. При этом надо знать, что организм, развившийся из одной клетки – яйцеклетки, одного клеточного сознания, может этим сознанием входить в любую клетку им произведенную и руководить ей по своему усмотрению, благоприятствуя, поощряя или наоборот угнетая. Точно так же и Бог, то есть Вселенная, дает жизнь каждому живому существу от вируса до человека. Правильно говорит – от элементарных частиц до галактик и более, и поддерживает ее. Главной структурной единицей, на которой происходит процесс эволюции человека, является планета Земля. Все на ней устроено справедливо, чтобы шла непрерывная эволюция всех живых существ и ее населяющих. Однако, когда происходит чрезмерная агрессия одних видов против других, включается закон кармы. Закон кармы справедлив, избирателен и направлен на тех живых существ, которые своими действиями посягнули на целостность организма, внося в него деструктивные процессы. Относительно человека он действует так, чтобы человек, допустивший сознательную или бессознательную агрессию против другого человека или природы планеты в целом, прочувствовал на самом себе всю полноту содеянного в болевом или ином эквиваленте. Ввиду кругоборота жизни и смертей, кармическое воздаяние из одной жизни совершается в другой. Посему пути Божии неисповедимы, но справедливы. Без Божьего попущения с человеком ничего не случится. Если же случилось, на это имеются веские причины, нам неведомые. Третье. Поговорим теперь о ключах к эволюционному развитию человека. Жизнь человека, как жизнь клетки в организме, целенаправленный развивающийся процесс, который определяется и регулируется определенными силами. Вселенная, как огромный живой организм, хочет себя выразить в виде материального творения, щедро разделяя себя на обилие самых разнообразных существ. Всем живым существам и человеку она дает определенный кусочек своего жизненного потенциала и побуждает его к эволюционному развитию на собственное и всеобщее благо. Вот этот вот кусочек определенный великого целого мы будем с вами называть духом. Что мы первоначально имеем? От зачатия до рождения идет построение физического тела. Нет, ни сознание, ни ума, а некая разумная сила потока жизни, то есть вот как раз дух, формирует человеческий организм. Именно эта разумная сила, то есть дух, является самой первой и основной базой, на которую настраивается, или же, лучше сказать, которую строит под себя, дух строит под себя, физическое тело человека со всеми его жизненными функциями и сознанием, со всеми его особенностями. Это и есть проявление универсальной жизни Вселенной, идущей через человека. То есть божество, творец, который сотворил Вселенную, является Вселенной и отделяет от себя, вот можно сказать, клеточку, часть себя, которая уже дальше делает под себя тело, нужное для собственного развития, на благо всей Вселенной. Первые 9 месяцев жизни человека закладываются все основные параметры будущего организма, рост и пропорции физического тела, физиологические и психические особенности, что хочет выразить через человека жизненный поток Вселенной. Он хочет ощутить себя как живое материальное образование, хочет своего продолжения, хочет качественно отличаться от других жизненных потоков, с тем, чтобы в разнообразии была особая гармония с жизнью, взаимодополняющая и уравновешивающая саму себя. Жизнь – это многообразие, а для этого ему нужна разумная сила, то есть дух, который формирует организм и управляет его жизненными процессами, то есть физическое тело и сознание. С помощью физического тела дух может действовать на материальном уровне. С помощью сознания он может осознать самого себя и реализоваться в выбранном направлении. Сделаем остановку и расставим все по своим местам. Разумная сила – это, можно так сказать, полевая форма жизни. Ее можно назвать базовым уровнем человеческого существа. Физическое тело человека – первая надстройка, необходимая для проявления в материальном мире. Сознание человека – вторая надстройка, необходимая для самоосознания, управления и самореализации. Все три вместе составляют и представляют собой человека. Теперь надо выяснить, как и с помощью чего универсальный потоп Вселенной, то есть дух, заставляет организм, то есть вообще-то Господь Бог через духовную нашу часть, через дух, который Он от Себя дал нам, заставляет организм и сознание человека действовать, чтобы проявлять себя. Все это осуществляется посредством побуждений. На иностранном языке побуждение – это инстинкты. Но инстинкты, вот слово инстинкт для меня как-то оно не работает. А вот слово побуждение я понимаю и я чувствую его, как оно действует. То есть меня, организм, должны побуждать, а не просто инстинктом. Итак, поток жизни побуждает клетки организма делиться, обновлять себя, сердце биться, дышать, поглощать пищу, избегать угрозы повреждений, искать или создавать благоприятные условия для жизни, приспосабливаться к меняющимся условиям окружающей среды. Все это в совокупности означает одно – побуждение к самосохранению или инстинкт к самосохранению. В дальнейшем я слово инстинкт использовать не буду. Ну, просто понимайте для себя. Побуждение – это наше, более точное в данном случае слово. Следующим важнейшим побуждением действующим, то есть вытекающим из первого побуждения на человека – это будет побуждение продолжать свой род. Люди разделены на две различные группы – мужской и женский пол. Это разделение побуждает их искать близости. То есть близость для нас – это естественное состояние и очень сильное, чтобы поток жизни человеческого рода продолжался постоянно. Это же побуждает их проявлять заботу о своем потомстве. Неистово проявляясь в побуждении к близости, несколько менее в заботе о потомстве, это побуждение все более и более слабеет. Проявляясь далее в заботе о престарелых родителях, членах семьи, родственниках, близких и вообще о чужих людях. Косвенно это побуждение заставляет человека заботиться о любых формах жизни, находящихся с ним рядом и тому подобное. То есть животных, растениях и экологии в целом. Из первых двух побуждений, как следствие, вытекают сразу несколько других, которые проявляются в человеке и во всем живом мире. Быть лидером. Как говорится, альфа-самец, альфа-самка, остальные так. И все за вот эту альфу дерутся. Жить свободной жизнью. Жить по справедливости. Побуждение быть лидером, вожаком, руководителем, наставником, передавать свой опыт, имеет свои разумные доводы. Умный лидер, вожак, руководитель обеспечивает общее выживание и процветание. Это особенно важно для правительства всех стран. Наставник, учитель, передавая свой жизненный опыт, позволяет молодым людям лучше и быстрее приспособиться к тяготам окружающей жизни. Любое животное желает жить в естественных условиях жизни. Оно очень болезненно реагирует на любое ущемление этой свободы. Посягательство на жизнь, на место и территорию проживания, выбор партнера, принуждение любого рода и тому подобное. Особенно это касается человека. Сама жизнь хочет свободной реализации. И неистащимо противостоит любым ограничениям и насилию, что очень сейчас важно. Чтобы как-то регулировать права на жизнь, на выбор партнера, лидерство, свободу, незримо, но мощно, выступило следующее побуждение – справедливости. В природе это побуждение вылилось в то, что жизнь посредством растительности, животного мира расселилась так, что не только не мешает друг другу, а поддерживает. Различные виды животных заняли свои жизненные пространства и стараются не мешать друг другу. Этому способствовали два фактора – естественный отбор и взаимовыгодное сожительство, то есть симбиоз. Одни растения живут на равнине, другие – в горной местности, третьи – в пустыне, четвертые – в воде и тому подобное. Травы, кустарники, деревья и тому подобное взаимно дополняют друг друга, обеспечивая общее выживание. Это же касается и животного мира. У людей побуждение справедливости приняло форму религии, нравственных норм поведения и государственного устройства. Но не все так вот просто в нашем государстве и в целом в мире. Самые жестокие действия между людьми разыгрывались на основе побуждения к справедливости и еще не разыграются. Люди борются от посягательств на свою жизнь, на полового партнера, на жизненное пространство, независимое существование, имущество, веру и тому подобное. Они хотят справедливой жизни. Мы хотим жить справедливо. И, наконец, последним побуждением жизненного потока, идущего через человека, является побуждение к творчеству. В конечном итоге именно действием творения человек желает выразить самого себя, свою индивидуальность. Творение человеческого сознания проявляется во всех областях жизни. От обустройства быта, моды, изменения местности проживания, создания искусственных экологических систем до возможности творить посредством мощного волевого усилия. Многие святые, кстати, и в наше время, и раньше создавали предметы и вещи из ниоткуда и творили разного рода чудеса, которые мы воспринимали как чудеса. А на самом деле здесь задействована именно вот эта вот мощная вера. Все вышеописанные побуждения, сохранение жизни, продолжение рода, стремление к лидерству, свободе, справедливости и творчеству реализуются посредством сознания. То есть второй надстройки человека – сознание. Именно сознание является тем органом, посредством которого человек реализует их. Люди, описанные побуждения, называют удовлетворением биологических и социальных потребностей человека. Теперь нам надо ответить на вопрос, как сознание возникает. Вот как оно возникает? Какие процессы в нем идут? Ведь первоначально имеется базовый уровень. Это полевая форма жизни. Это энергетический, будем говорить, шаблон, по которому уже далее строится тело. И первая надстройка – это уже физическое тело. А сознания нет. То есть ребенок, когда родится, что мы видим? Мы видим тело. Есть сознание? Да нету никакого сознания. Действительно, оно формируется после них на их основе. То есть сознание формируется после рождения. Новорожденный человек обладает пятью органами чувств – зрение, слух, обоняние, осознание, вкус, при помощи которых он вначале удовлетворяет побуждение самосохранения. То есть его задача – просто-напросто кушать и расти. На основании органов чувств происходит накопление информации, возникает банк памяти, то есть базы данных. То есть на каждом из чувств свой банк. Далее появляется ум как механизм сличения. То есть я что-то вижу и сличаюсь тем, что у меня имеется в памяти. Органы чувств передают какую-либо информацию. Ум сравнивает ее с имеющейся в базе данных и выдает ответ, что это такое и как надо действовать, чтобы удовлетворить то или иное побуждение или, проще говоря, потребность. В таком порядке происходит процесс обучения человека самостоятельно удовлетворять свои биологические и социальные потребности. Все начинается с малого. Вот как у ребенка – с малого. Идет все к большим и более сложным вещам. В самом сознании идут информационно-энергетические процессы, чувствования, мышления, эмоции, настроения и тому подобное, посредством которых осуществляется процесс удовлетворения побуждения. Например, возникает потребность удовлетворить голод, обеспечить побуждение самосохранения. Эта потребность побуждает человека найти, то есть задействовать органы чувств и память, приготовить, осуществить процесс приготовления, вспомнить, как это делается, контролировать органами чувств и съесть продукты, то есть осуществить процесс поглощения, вспомнить, как это делается и контролировать органами чувств, чтобы мы ложку подносили ко рту, а не к уху. У каждого человека одни и те же побуждения, одни и те же. Даже у всех животных они одни и те же, кроме побуждения к творчеству. Это только у человека. А посредством их и потребности выражены эти потребности по-разному. Отсюда возникает различие побуждений. То есть у кого что больше выражено, какое побуждение больше выражено. А ввиду того, что у каждого человека свои психические особенности, то и удовлетворение одного и того же побуждения происходит различно. Это различие основано на темпераметре человека, который уже заложен от рождения. Например, один человек ест, то есть удовлетворяет биологическую потребность медленно, а другой быстро и тому подобное. В основании выраженности у человека побуждений. Сейчас немножечко отвлекемся. Значит, мы о побуждениях еще более подробно поговорим дальше. Важно понимать, что вот эти пять побуждений у каждого человека, они имеют свою собственную важность. Они, будем говорить, важны все для жизни. Но у некоторых акцент делается больше на одно побуждение, у других на другое и так далее. И на основании вот этого уже начинается формирование характера. Ну, об этом мы поговорим. Итак, на основании выраженности у человека побуждений, темперамента и воспитания формируется характер, который позволяет каждому человеку строго индивидуально взаимодействовать с внешней средой, другими людьми и тому подобное. По характеру судят о человеке, что он собой представляет. Какие черты наиболее выражены? Обычно выражены те черты характера, которые удовлетворяют наиболее выраженное в нем побуждение. То есть, для него какое побуждение важно? В основном тогда и черты характера выражены на основании этого побуждения. Но мы еще поговорим о этом. В зависимости от черт характера в сознании человека идут те или иные информационно-энергетические процессы, которые порождают те или иные чувства, мысли, эмоции, настроения, установки, способы психической защиты, мотивации и цели. Видите, как мы уже начинаем сами себя познавать. Откуда все это у нас? Почему один там собирает марки, а другой там больше охотник, а третий там еще чем-то там занимается, каким-нибудь там, допустим, любит автогонки и так далее. От качества этих процессов и зависит здоровье и нездоровье. Хорошая или дурная судьба каждого конкретного человека. То есть, видите, как мы подошли ко всему. Если вам непонятно, вот это вот все вы еще слушаете столько раз, чтобы до вас это дошло. И только теперь мы можем выделить главные разделы для последующего рассмотрения в логической и биологической последовательности. Первое. Нам надо рассмотреть базовый уровень, на котором строится сознание, то есть полевую форму жизни и индивидуальную конституцию человека. Об индивидуальной конституции человека будет второе послание. И я о нем довольно-таки много говорил. Второе. Рассмотреть побуждения, ради которых жизненные силы созданы. Базовый уровень, то есть полевая форма жизни. Первая и вторая надстройка, то есть физическое тело и сознание. Третье. Рассмотреть сознание как главный инструмент удовлетворения и обслуживание побуждений. Все это через сознание. Четвертое. Характер человека. Мы разберем его. Пятое. Информационно-энергетические процессы, происходящие в сознании при удовлетворении побуждений. Это тоже важно понимать. Как все это работает? Не так все просто, как мы думаем. Шестое. Методики работы с собственным сознанием. Но это будет отдельная тема. Так, в качестве заключения, краткому изложению темы сознания дадим разъяснение. Это очень, так сказать, уже важно и логически вытекает. Физическое здоровье. Все, что относится к благополучию физического тела, нормальной работе физиологических процессов в нем, является физическим здоровьем человека. Психическое здоровье. Нормальное, гармоничное и устойчивое протекание умственных процессов в сознании человека является психическим здоровьем. Духовное здоровье. Нормальное и гармонично выраженные побуждения человека говорят о его духовном здоровье. А вот теперь мы с вами более подробно поговорим о побуждениях. Побуждения. Нам знакомы особенности индивидуальной конституции человека. Я об этом ранее много рассказывал. То есть фигуры, физиологические и психологические процессы. Перейдем к рассмотрению побуждений, которые лежат в основе жизненных проявлений любого человека. Вот мы, в конце концов, добрались до основы. Откуда это все идет? Откуда войдет? Главных побуждений шесть. Повторим их. Самосохранение жизни, продолжение рода, стремление к лидерству, свободе, справедливости и творчеству. Они, естественно, вытекают друг из друга и каждое последующее сильнее предыдущего. Например, самое важное побуждение – это самосохранение жизни. Но им пренебрегают при сильно выраженном побуждении к продолжению рода. Человек в некоторых случаях готов пожертвовать своей жизнью, защищая свою семью. А вот борьба за лидерство побуждает человека пренебрегать самосохранением и продолжением рода. Борьба за свободу отодвигает на задний план побуждение лидерства, продолжение рода и самосохранение. Ради справедливости некоторые люди готовы пожертвовать всем, сколько на этой почве раздуров и войн. И, наконец, побуждение к творчеству затмевает все остальное. Человека ничего не интересует, и он готов отстаивать открытую им истину. Коперник за свое научное открытие был сожжен на костре, но не отрекся от него. Рассмотрим побуждение более подробно с их особенностями. И вот мы, наконец-таки, перешли к такой главной теме – самосохранение жизни. Это побуждение свойственно всем живым существам. Однако степень выраженности может быть различной – слабой, нормальной и сильной. Видите, мы подошли к чему? Как это побуждение может быть выражено? Слабая степень самосохранения наблюдается у лиц, которые по тем или иным причинам разочаровались в жизни и потеряли к ней интерес. Они ведут такой образ жизни, который разрушает их организм, алкоголизм, наркоманы и просто опустившиеся люди. Чтобы вытянуть человека из такого состояния, надо создать у него мощную мотивацию переориентировать сознание. То есть вот в этом уже заключено и, как бы сказать, лечение этих людей. Как их надо лечить? Не таблетками, а вызвать мощную мотивацию с переориентированием сознания совершенно на другое. Нормальная степень самосохранения характеризуется умеренными и регулярными заботами о собственном здоровье, выполняемыми каких-то оздоровительных мероприятий и программ. У этих людей имеется здоровый интерес к жизни, и они понимают, что хорошее здоровье поможет им получать жизненные блага, помогает реализовать себя. В зависимости от своего интеллектуального развития, они подбирают те или иные оздоровительные программы. Я вам предложил самую лучшую программу оздоровления – это создание собственной системы оздоровления. Начал я ее делать в целительных силах, которые изложены все четыре тома, а окончательно, так сказать, я ее вылезал – это уже основу здоровья. Сильная степень самосохранения наблюдается у лиц с повышенной самооценкой, с сильно выраженным эгоизмом. Они желают сохранить самих себя как можно дольше, поэтому тщательно и изощренно заботятся о собственном здоровье, тратя на это много времени и средств. Люди с сильно выраженной степенью самосохранения. Вот уже пошли, смотрите, черты характера. Осторожны, рассудительны, предрасположены к недоверчивости и подозрительности, живут для себя, избегают риска и различных авантюр, склонны к стабильности. Характеризуются повышенной предрасположенностью к тревожности, мнительности, страхам высоты воды, больших скоростей. Они чувствительны к обидам, самолюбивы и на этой почве весьма уязвимы. Продолжение рода. Это побуждение основано на бескорыстной заботе человека о человеке в целях общего выживания. Но оно делится на три самостоятельных вида. Это я его подразделил так. Которые в целом и обеспечивают общее выживание. Побуждение к половой близости, побуждение к заботе о потомстве и побуждение к бескорыстному служению другим людям, а также дружбу сюда можно отнести. Степень выраженности этих побуждений также может быть различной, от низкой до чрезмерной. Побуждение к половой близости естественное в природе и служит основой для продолжения рода. Зачатие следующей жизни должно совершаться в любви и возвышенности. Все рассуждения о греховности нормального полового акта между любящими друг друга мужчиной и женщиной противоречат идее самой жизни. Чрезмерное и ненормальное выражение этого побуждения, однако, видите, делает человека придатком к его половым органам и истощает организм. И наоборот, сдерживание и ущемление побуждения к половой близости вызывает мощнейший внутренний протест, бурю разрушительных эмоций, потерю интереса к жизни. Запомнили? Излишне опекает. В конце концов, в постоянных заботах о потомстве человек теряет сам себя. В конце жизни его подстерегает разочарование на этой почве. Побуждение к бескорыстному служению другим людям начинается с семейных уз, является основой дружбы и переходит на различные виды благотворительности и служения. При слабом выражении этого побуждения человек эгоист, скряга и одинок. При сильном все для людей, живет их заботами и нуждами. Такому человеку семью и друзей заменяют обездоленные, больные, не могущие самостоятельно позаботиться о себе люди. Для подобных людей характерны доброта, отзывчивость, способность к сопереживанию. Они переживают боль, болезнь и несчастье другого человека больше, чем свою собственную. Стремление к лидерству. Обычно люди, у которых выражено это стремление, лидеры от рождения. Их отличает логичность мышления, способность к критике и самокритике, способность к прогнозированию развития событий и к восприятию нового. Они знают, чего хотят и как достигнуть желаемого. Упорный, целеустремленный и настойчивый в достижении цели. Видите, как на этом побуждении начинает расти черта характера. Их отличают такие качества, как деловитость и практичность, разборчивость в людях, эмоциональная сдержанность, мужественность. Для них большое значение имеет карьера. Они уважают табель о рангах и охотно подчиняются более сильному лидеру. Их труд идет на благо обществу. Но имеется масса людей, у которых нет указанных качеств, кроме их амбиций и завышенной самооценки. Их притязание на роль лидера оспаривается, что вызывает в их сознании разного рода недовольство, раздражение, подозрительность и тому подобное. Вот вам еще, как формируется черта характера. Это толкает их на разного рода поступки по устранению возможных конкурентов. Если такие люди становятся лидерами, то они создают вокруг себя такую напряженную атмосферу подозрительности, нервозности, что это не способствует процветанию руководимого ими коллектива. И страны в целом, если это правительство такое. Они давят людей своей авторитарностью. Нечто подобное происходит в семьях людей, когда один человек навязывает свой стиль жизни другому или другим, которые его не приемлют. И вот так начинается вот это вот бытовое, можно так сказать, хамство, подавление, насилие и так далее. Стремление к свободе. Стремление к лидерству или его обратная сторона. Быть свободным. Наблюдается, когда собирается вместе два человека. Процесс лидерства происходит по-разному. Это может быть самопроизвольный процесс, когда один человек сознательно уступает другому инициативу, как более опытному пробивному. Это может быть борьба, в результате которой происходит подчинение и подавление. А также множество других вариантов. Практически всегда подобные процессы борьбы за лидерство и свободу разыгрываются в каждой семье. Вначале это происходит между мужем и женой, а затем между родителями и детьми. В зависимости от накала этой борьбы складывается та или иная семейная атмосфера, которая благоприятствует здоровью ее членов или подавляет. Вот мы уже подошли и к тому, как побуждения влияют на здоровье, на психосоматику, уже делая людей в семье изначально каким-то ущербными и больными. Важно подчеркнуть, что на почве лидерства и стремления к свободе возникает масса ситуаций, которые порождают отрицательное мышление, эмоции, настроение и формируют психосоматические болезни. Психосоматическая болезнь – это когда с уровня мышления отрицательного вот это все передается уже на физиологию, расстраивая ее и вызывая то или иное конкретное заболевание. Стремление к свободе указывает на относительно высокую ступень самосознания и духовное развитие человека. То есть это уже не раб. Подобный человек не мыслит свою жизнь, когда его в чем-то ограничивают, навязывают стиль мышления, ущемляют права и свободы. Лица с низкой степенью, самосознание и зачатками духовности предпочитают иметь гарантированный прожиточный минимум, чем свободу самореализации. К сожалению, что сейчас и наблюдается во всем мире. Стремление к справедливости. Не делай другому того, что не желаешь самому себе. Самая главная заповедь после возлюби Господа. За справедливую, достойную жизнь люди жертвовали всем, ибо знали, что если добьются для себя справедливости, то смогут удовлетворить все остальные свои побуждения. Все предыдущие побуждения естественным образом связаны со стремлением к справедливости. Справедливость вот часто гарантируется или закрепляется в виде тех или иных законов в обществе. Люди желают справедливых общих условий жизни, справедливых условий семейной жизни, справедливости в отношении лидерства, справедливости свободы действий, возможности к самореализации. В результате стремления к разного рода справедливостям возникли религия, нравственность, государство, межгосударственные отношения. Человеческое общество в большом и малом балансирует на гранях справедливости. У каждого человека побуждение к справедливости, а также и достоинству. Выражено по-разному. Одни люди могут мириться с несправедливым отношением к себе, а другие ради ее восстановления готовы действовать резко и сразу. Для них заповедь око за око, зуб за зуб первостепенно. Нарушение справедливости по отношению к конкретному человеку вызывает эмоции, переживания и обиды. От того, насколько он склонен уходить в обиду, а также последующие его действия, зависит здоровье и судьба, естественно, формируется характер. И, наконец-таки, стремление к творчеству. «Вначале сотворил Бог небо и землю, и увидел Бог, что это хорошо». Стремление к творчеству – богоподобное качество человека, вызывающее особое удовлетворение, позволяющее человеку через творчество выразить самого себя. В конце концов, все вышеописанные побуждения необходимы для того, чтобы человек мог в акте творения выразить самого себя. Так уж устроен жизненный поток. Дух выразит самого себя в каком-то конкретном творении. То есть Господь, Творец, через частичку самого себя, Дух творит человека, и далее уже человек творит нечто по воле Божьей. Жизнь человека на всех уровнях пронизана творчеством. Понятие культура указывает на степень творческих наработок и способностей жившего и живущего народа человечества. Чем выше степень духовного развития человека, тем возвышеннее, благороднее и полезнее его творчество. На начальном этапе своего творческого развития человек склонен активно вмешиваться в окружающую его природу, мир. Вершинами творения считаются огромные сооружения, города, заводы, туннели, гидроэлектростанции, аэродромы, космодромы, космические корабли, морские суда и тому подобное, которые впоследствии начинают сильно влиять на экологию, ухудшать климат и так далее. А вот на последних этапах творческого развития человек понимает всю пагубность подобного творчества в кавычках и творит сам себя так, чтобы становиться независимым, всезнающим, всемогущим, без всяких технических средств. Главным творческим инструментом такого человека является сознание, мысль, вера, воля. И сказал Бог, да будет и стало так. Особо подумайте над этим. Высокодуховно развитый человек понимает, что природа очень сложная, гармоничная и взаимоуравновешенное образование. Любое произвольное вмешательство в нее порождает непредсказуемые последствия, которые мы сейчас и пожинаем. По этой причине они не вмешиваются в природные процессы, а предпочитают работать на своей собственной природе, все более и более приближаясь к жизненному потоку, основу всего, то есть к Творцу приближаясь. В конце концов, творчество заменяется служением единой животворящей силы, то есть Творцу. Превращением индивидуального творчества в служение единой животворящей силы изживаются последние штрихи эгоизма, как невертим. А творчеством человек выражает свою индивидуальность, свое эго, свое отличие от других людей. Божественная частица под названием человек возвращается в породившие ее лона животворящей силы и служит ему с благоговением и любовью, наслаждаясь и радуясь этой возможности, возможности осознанного служения. В этом, конечно, цель духовного развития. Ну, я так думаю. И вот мы подошли к таким интересным понятиям, как совесть. Совесть – основа духовного здоровья и эволюционного развития человека. Побуждение указывает на степень духовного развития человека. Чем выше духовное развитие, тем более выражены у человека побуждения к творчеству, справедливости и свободе. И наоборот, чем ниже духовное развитие, тем более выражены побуждения к самосохранению, продолжению рода и лидерства. Что мы сейчас и наблюдаем? Работая над побуждениями, человек все выше и выше поднимается по ступеням духовного развития. Вот все мы, как бы сказать, думаем, «А что такое духовное развитие? А что такое духовное развитие?» А вот оно, духовное развитие. Я логически вам это все раскрываю. Проработав их все, он становится идентичен жизненному потоку, единым с ним и переходит на другие уровни эволюции, где появляется лишь одно побуждение – радость благоговейного служения единой животворящей творческой силе. «А как сказал?» Побуждения к творчеству, справедливости и свободе постоянно конфликтуют с самосохранением, продолжением рода и лидерством, заставляя человека делать выбор в ту или иную сторону. Этот выбор во многом определяется понятием совесть и служит основой духовного здоровья человека. Раздираемые противоречиями между указанными побуждениями человек сильно мучается, он духовно нездоров. Вот они и духовные болезни. Духовные! Борьба противоречий уже в сознании порождает интенсивное мышление, эмоции, переживания, настроения и тому подобное, делая нездоровую психику. Это уже влияет на психическое здоровье. То есть наши эмоции уже, как последующие, расшатаны. Ну а с психического уровня, то есть с уровня сознания, через головной мозг, нервную эндокринную систему, хаотические и чрезмерно сильные влияния сбрасываются на весь организм, его соединительную ткань, вызывая те или иные повреждения, то есть на физическое здоровье. Например, человек решает, делать ему тот или иной поступок, который повысит уровень его биологических или социальных потребностей в ущерб другим людям, ибо не совершать этот поступок и остаться на прежнем уровне биологических и социальных потребностей. Возникновение подобной проблемы указывает на духовное нездоровье. У духовно здорового человека не возникает подобной потребности делать такой выбор. Он его уже давно сделал и просто живет. Наконец, выбор сделан в сторону улучшения своего благосостояния, если человек делает. Тогда голос совести говорит о несправедливости к остальным людям. В сознании возникают негативные мысли, эмоции, настроения. Начинает страдать психика, а через нее разрушается и тело. И теперь мы подошли к такому естественному, как бы сказать, понятию, логически вытекающему из всего, о чем мы говорили, это степень вашего духовного развития. Для того, чтобы лучше познать самого себя, важно знать степень выраженности каждого побуждения. В 2004 году предложил это делать по баллам. Ну, пускай так и останется. Один балл будет означать наименьшую степень выраженности того или иного побуждения у человека. А шесть баллов наивысшую, поскольку всего побуждений шесть. Ну, так я решил. Например, у человека доминирует побуждение продолжения рода. Степень выраженности побуждения продолжения рода шесть баллов. Допустим, что следующим побуждением по степени выраженности у него будет побуждение к самосохранению. Следовательно, выраженность данного побуждения оценивается пятью баллами. Точно так же оценивает и все остальные побуждения. Например, следующие по степени выраженности, пусть будет побуждение творчества, четыре балла. Далее следует побуждение свободы, три балла. побуждение справедливости – 2 балла, побуждение лидерства – 1 балл. Это и будет примерной степенью духовного развития человека. Согласно степени духовного развития, этот человек – примерный семьянин и живет для блага семьи, осторожен и рассудительный, выбирает профессию с творческим уклоном, он стремится к некоторой свободе и не лишен чувства справедливости. Однако, он будет избегать любых конфликтов на почве справедливости, если это затронет интересы семьи и его самого. Безопасность, благосостояние и стабильность семьи для него превышат всего. Проявлению побуждения служения другим людям он способен только в том случае, если у него самого все благополучно. Что касается карьеры, то такой человек к ней равнодушен. То есть, это уже, можно сказать, и характеризует человека. То есть, это уже лежит в основе характера. Мы уже дали этому человеку характеристику. Говоря о побуждениях, важно сказать о том, что в силу ступени духовного развития доминирование одного из побуждений над другим в сознании человека может быть чрезмерным, а значит ненормальным. Поскольку осуществление любого побуждения происходит через потребление жизненной энергии организма, то доминирующие побуждения на свое обслуживание забирают основную массу жизненной энергии, оставляя крохи остальным, в том числе и жизненным функциям самого организма. При таком чрезмерном доминировании одно или несколько побуждений подавляются вплоть до их почти полного исчезновения. И тогда речь идет об одержимости тем или иным побуждениям. Важно еще сказать следующее, что в течение жизни выраженность того или иного, или сила того или иного побуждения может увеличиваться или ослабевать. Иногда гипертрофировано побуждение самосохранения по типу сверхэгоизма или по типу сверхбезопасности. Человек сверхтщательно моет руки, употребляет пищу, фрукты, ошпаренный кипятком, щепетилен в соблюдении гигиены, отказывается пользоваться общественным транспортом, а тем более баней, туалетом, нередко отказывается от сексуальных контактов, чтобы не заразиться, тем самым отгораживаясь от жизни. Такой человек старается жить только для себя. Когда гипертрофировано побуждение заботы о детях, имеет место родительский фанатизм. Такой человек живет только для детей, а не собственной жизнью. Когда гипертрофировано побуждение сексуальности, человек может превратиться в сексуального маньяка. При сверхвыраженности побуждения к лидерству наблюдается сверхкарьеризм. Такой человек ради карьеры идет на любую подлость. Когда гипертрофировано побуждение к свободе, то человек везде и во всем видит ограничения. Он крайне неуживчив везде и со всеми. Какая прекрасная характеристика уже дается на основе побуждения. Подобными качествами обладает и человек с гипертрофированным побуждением к справедливости. Он вечно недоволен и сварлив. Такие люди чрезмерно сосредоточены на своих переживаниях, связанных с вопросами свободы, справедливости и достоинства. Ведь я этого достоин. Он либо уходит в глубочайшую обиду на всех и на все, либо страстно пытается восстановить справедливость вплоть до своей гибели. Когда гипертрофировано побуждение творчества, возникает творческий фанатизм. Человек кроме идеи и работы по ее реализации ничего другого не хочет знать. Одержимый тем или иным побуждением, человек склонен сломать себе шею, но не отступить от него. Поэтому они социально опасны. Подобные знания позволяют выявить причины одержимости и неуживчивости людей, а также дает возможность проработать их и измениться в лучшую сторону. Основа формирования характера. К чему приводят подавление и сдерживание нормально выраженных побуждений. Ввиду того, что побуждения лежат в основе важнейших жизненных проявлений и должны естественно реализоваться в жизни каждого человека, их подавление, сдерживание, ущемление по каким-либо причинам переживаются очень и очень болезненно, вызывая ту или иную степень недовольства или раздражения, что сейчас наблюдается особенно в обществе. Зато реализация побуждений приносит чувство полного удовлетворения, вызывает приятные и радостные переживания. Переживается человеком как состояние счастья. Вот почему счастье у каждого человека свое собственное отлично от других. Видите, как мы даже подошли к такому понятию, что такое счастье. Важно знать, какие эмоциональные состояния возникают в сознании человека, если подавляется или сдерживается какое-либо из побуждений. Первое. Подавление побуждения самосохранения вызывает тревогу и страх. Второе. Подавление побуждения продолжения рода вызывает неудовлетворенность, агрессивность, тоску, чувство вины и муки совести. Третье. Подавление побуждения лидерства вызывает неудовлетворенность, агрессивность, враждебность, презрение. Четвертое. Подавление побуждения свободы вызывает протест или депрессию. Протест может выражаться в виде агрессии. Пятое. Подавление побуждения справедливости вызывает гнев, отвращение, муки совести, переходящие в депрессию. Это особенно когда человек не может реализовать это качество. Вот он поборолся, поборолся, ничего у него не получилось, и он опускает руки и упадает в депрессию. Ему становится неинтересным жить. Шестое. Подавление побуждения творчества вызывает неудовлетворенность, агрессивность, печаль. Следует дальше депрессия. В целом ущемление или подавление побуждения вызывает сначала в сознании человека эмоции недовольства, раздражения, протеста, желание действовать, повышенные траты жизненной энергии. Если предпринятые действия не оказывают желаемого эффекта, то наступает стадия истощения жизненных чил человека, и теперь преобладают эмоции, тоски, утраты, апатии, безразличия. Человек впадает в депрессию, внутренне ломается, теряет интерес к жизни. Выводы. Первое. Раскрывая суть шести фундаментальных побуждений, один из которых любой непременно преобладает у какого-либо конкретного человека, мы видим шесть различных вариантов биологических и социальных потребностей, побуждений к самореализации, а также переживаний успеха или неудачи при их реализации. Видите, мы человека разложили по полочкам. Второе. Особенности доминирующего побуждения во многом определяют степень духовного развития, призвание человека и его судьбу. Как судьба слаживается, мы даже это уже отчасти знаем, определяют, для чего он пришел в этот мир, его место в природе и сообществе людей, иерархию ценностей и целей. Третье. Анализ особенностей побуждений способствует глубинному, фундаментальному познанию человеком самого себя, истоков своих личных особенностей, осознанию им истоков своей удовлетворенности или глубокой неудовлетворенности, а в результате пониманию причин своих жизненных неудач и болезней, это истинный ключ к самосовершенству и исцелению самого себя. В большом смысле этого слова, а не от какой-то там маленькой болячки. Далее у нас будет формирование человеческого сознания. Ну, по этому я уже говорил, то есть этот материал я уже разобрал. То есть о том, как работает, возникает сознание и оно работает, вы можете уже послушать в четвертом томе целительных сил. Ценнейшая информация, я сам сейчас ее прослушал, хотя все было изложено в 2004 году и просто-напросто еще в который раз стал себя по-другому ощущать и лучше понимать.